Луи Лемьер утверждал, что изобрел кинематограф за одну бессонную ночь, когда его мучила головная боль. История мирового кино начиналась с коммерческого показа фильма «Братья Флемьер. Прибытие поезда на вокзал Лосьота». Через два года после этого события в газете «Владивосток» появилось рекламное объявление, текст которого гласил «Честь имею уведомить почтенную публику, что в построенном мной павильоне на углу Светланской и Суифунской при электрическом освещении будет мной демонстрироваться ежедневно с 1 июля кинематограф, движущиеся фотографии и два фонографа, 300 самых новейших пьес, как русских, так и иностранных. Начало фонографов с двух дня до шести вечера и кинематографа с семи часов вечера до одиннадцати ночи. Демонстратор – Хекберг. Вообще в павильончике Хекберга могли свободно разместиться сто человек. И хотя билеты в «Иллюзион» стоили огромных по тем временам денег, для простого человека какую-то потустороннюю сумму, целый рубль, недостатка в зрителях все-таки не ощущалась. А в 1914 году компания «Кунст и Альберс» решила построить в Владивостоке собственный кинотеатр – добротный каменный кинотеатр в стиле немецкого модерна. Начались строительные работы, но затем подули ветры революции, началась гражданская война, но, в общем, всем было не до кино. Достроили здание кинотеатра в октябре 1927 года. Он получил название «Уссури» и на первом сеансе был показан фильм в ленинградской студии «Совкино» «Поэт и царь». Было в нашем городе еще два известных кинотеатра, которые располагались на перекрестке Светландской и Петра Великого. Это довольно известные в свое время «Приморье» и «Комсомолец». Оба кинотеатра были открыты в начале 20-х годов. Кинотеатр «Приморье» сначала носил название «Арс», а «Комсомолец» вообще сменил несколько названий. Он был кинотеатром «Буревестник», а до этого назывался «Художественным». Ни один, ни другой уже давным-давно не работают, но многие о них еще помнят. Да, вот что еще интересно, исторические хроники рассказывают о том, что в один из дней 1901 года в магазина «Кунст и Альберс» была установлена кинокамера, которая снимала сценки городской жизни и лица людей, проходящих мимо магазина. Чуть позже в городе состоялся специальный показ этой фильмы, и вот сейчас представьте себе реакцию тех людей, которые пришли на киносеанс и узнали себя на экране. Продолжим в следующей программе.